товарищи бритвоманы и снова здравствуйте как обещал это две бритвы из сложного дамаска но он больше дорогой чем сложный хотя тут нет можно поспорить и то и другое а в конце я вам покажу сколько стоит из чего сделаны немецкие бритвы из дамасской стали не сложный но из дамасской а сейчас мы начнем обзор это две новые бритвы так сразу скажу древесина какое-то черное дерево какое даже не знают те кто продавали то есть они где-то потеряли название но могу сказать одно по этой древесине что она очень легкая очень твердая то есть если примеру корейскую березу и обрабатываешь и там видно стружку здесь даже стружку не видно пыльца какая-то идет такой прям очень жесткое жесткое дерево но легкая и со своим структурным таким вот рисунком интересным ладно а вот тот самый сложный дорогой в производстве дамаск вы такое увидели у немцев нет странно ну ничего в следующем веке может быть догонят может быть хотя сомневаюсь сейчас буду медленно медленно показывать так как тут цвет идет от ламп жесткий свет такой у меня тут у меня жесткий для того чтобы я видел все мелочи во время работы вот тут видите такой вот светловатый такой вот это вот это во время протравы одна степень протравы он была с маслом то есть как получается я брал вот так вот бритву точнее клинок и по масляной бумажке проводил и потом травил чтобы кромка не сгрызлась кислотой естественно зеркальная заточка естественно финиш на самом мелком японском камне так теперь вот так наверно уже показать да не сказал что это 75 процентов клин и бабушку дайте резкости на те резкости да все стороны клинка показываю как в руке как в руке два пальца один палец бритвы широкие не помню уже там как-то по размерности все читается там 8 восьмых там 10 8 каких-то не вспомню не знаю я вам напишу размеры на сайте а вы уже считайте сколько там будет в этом в европейском исчислении бритвы русские и не исчисляются в миллиметрах дальше посередине это пакет шаха 15 и никель вот видите наверное блестящие такие вот золотистые разводы это никель вверх это никель но там ее очень мало потому что он замешан у 10 и шаха 15 дальше что нижняя часть ну которая вот на режущей кромки это самый-самый мелкий дамаск здесь получается три марки это хвг шаха 15 у 10 но не скованы настолько мелко чтобы просто мельче уже некуда меньше там просто потери потери идет и кстати они очень-очень твердые и плотные то есть эти бритвки вот именно на кромке особенно что это означает что по ремню если вы там какую-то импортную махнете 20 раз и достаточно будет значит значит эту бритву нужно махнуть раз 50 они любят это дело но естественно на ремне нужно все это делать умеючи они вот просто махать там потому что кромку вы знаете как можно убить дальше вот это вот инкрустация серебром такие вот веточки и по закрыванию покажу что все прямо финишное положение закрытой бритвы следующий бритва с оправой из черных корейской березы но на черно-бежевая получается бежевый рисунок все-таки из какой-то такой зелеными такими какими-то еще просветами вот вокруг белого везде это какие-то зеленые такие вкрапления так сказать так мазки я не знаю как правильно их называют клинки из тех же пород древесины из из того же массива точнее даже клинышек также большой как и тот такие же марки стали все принципе один в один единственно что структурный рисунок их отличает как всегда потому что по-другому не может быть дамасской сталь она либо индивидуально либо это не дамаск вот и все но если вы заметили уже тут имеется верхняя кромка заточки почему так сделал во первых раньше как тогда давно меня спрашивали такие варианты чтобы было от обушка а нет от одного слоя изоленты но я в принципе не по этому поводу так произвел заточку потому что как вам сказать это все элементарно это просто стер на грубом начальном такому камни заточки то есть когда затачивал стер изоленту я нашархнула бабушку но думаю ах ты зараза буду тебя точить без контрацептивов так сказать и то есть точил без изоленты да как он там они сначала покажу все по мелочам и том как в руке собушка мог нет лишь цепанул так в руке тоже самое 2 и 1 закрывается на и ровнейший просто встречайте готовые красавицы честное слово я рад этому результату принципе я был рад результату тому который там был предыдущий языка 990 бухверской стали но тут конечно твердость интересная какая-то она какая-то с плотностью связанная и вот заточка была не скажу что долго но она какая-то немного чуть-чуть более затяжная по времени там мир лишних там 5-10 минут с ней точно посидите так же я наверное не сказал что эти бритвы они сделаны по тому шаблону к по которому я изготавливал бритвы серии к 1 к 2 к 3 там к 8 вот такие вот то есть это получается продолжение этой же модели только уже более веселых тонах более дорогих материалах ну как бы вот так вот более большой плотности а плотно здесь дамаска огромные так а теперь попробую показать как они грызут волосы в камеру не смотрю надеюсь я попадаю это с корейской березой вариант и второй вариант с черным деревом так-так-так-так попадаю вроде бы ну что то пожалуйста бритвы заточены и готовы к работе ну что ж обзор закончен теперь подведем итог как я вам обещал для тех умников с форумов которые меня постоянно пытались клевать обсуждать говорить что дамаск не бреет дамаск это не та сталь которая там нужна для бритв и так далее и тому подобное рассматривали мои бритвы под микроскопом правда по фотографиям вживую ну денег видимо не хватило но ничего страшного как вы рассмотрите теперь немецкие варианты так сказать брендовые ну там правда на фотках не получится рассмотреть там фотки ни о чем но наверное денег-то фотоаппарат не хватило либо фотографа нанять не смогли уже там на алиэкспресс лучше фотографии чем примеру чем сфотографированы эти брендовые немецкие бритвы ну что ж сейчас я вам покажу из чего это сделано информацию я позаимствовал на официальных сайтах на которых честно говорят что и к чему и с чего это сделано например 33 тысячи рублей дамаск очень очень напоминает китайский я видел это на алиэкспресс это два и в третьих написано черным по белым честно написано количество слоев стали 180 даже для ножей не делают такой дамаск начинают от 400 тут 180 о чем какое бритье это просто например это вот 87 тысяч рублей вот это вот надпись решает все модель германию дальше смотрите на дамаск написано 900 слоев где во первых дамаск не может с таким количеством слоев выглядеть вот так вот с таким вот таким рисунком это даже ладно смотреть какие непровары это просто дичь это хлам извините меня за выражение и вот честно пишут количество слоев стали 900 то есть вот фирма продающие вот эти бритвы она не виноват они ни при чем тут самое страшное то что немцы дают вот эту вот информацию от прямого источника даже не понимая того что они предлагают что они произвели и последок еще один тихий ужас смотрите это замута под торцовку то есть где должен быть жесткий дамаск на режущей кромке он на бушке а там где должен быть мягкий который должен быть на бушке он на острие это все это край крайний и при всем при этом это стоит 100 тысяч рублей ну как вам здорово ну по количеству слоев даже не написали побоялись как бы что-то лишнего не ляпнуть ну вот и все думаю я вам вкратце но все же показал опять же нет себя это не моя информация это информация официалов показал из чего это сделано а вам уже судить кричать и что-то там говорить хорошее или нехорошее это уже вам развлекаетесь так сказать а тем временем мои постоянные заказчики и пользователи моих работ будут просто тихо плавно и мягко бриться моими работами пока остальные спорят ну что ж спасибо за внимание до новых встреч до новых встреч